Братья и сестры, здравствуйте. Стоит ли вам напоминать, что пост идет, Петровский пост? Наверное, стоит. Вот я и напоминаю. А стоит ли вам объяснять, зачем это нужно? Наверное, стоит, потому что вы не знаете. Я сам-то вроде знаю, но забываю часто. Я сам себе говорю. Пост нужен для свободы. Не удивляйтесь. Пост нужен для свободы, потому что всякий творящий грех есть раб греха. Ну вот сейчас мы об этом поговорим. Итак, всякий творящий грех есть раб греха. Какими бы гражданскими свободами не засыпали тебя человек, если ты раб греха, раб обиды, зависти, уныния, страха, жадности, я уже не говорю там про плотские гадости, похоти всякие, которые жить, спать, есть не дают. Ну какой ты свободный человек? Формально, да. Снаружи, да. Внутри ты весь гнилой, как бы тебя хоронить пора. То есть ты раб. То есть всякий творящий раб есть раб греха. И вот пост, который сейчас идет, как бы он напоминает нам о том, что нужно меньше, ну слушайте, я грубо скажу, ну жрать нужно меньше, короче. Никто никогда не ел так много, как ест сегодняшний человек. Только съел мороженое, взял семечки, только задрыз семечки, взял кофе, только кофе выпил, закурил сигарету, только потушил сигарету, взял бутерброд, а там уже, глядишь, и ужин пришел, а там потом еще ночью в холодильник лезут. И так вот с утра до вечера, как будто едят, 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 как будто мозги все заели себе. Потому что когда человек жует, как корова всю жизнь, то у него и мозги коровьи такие, ничего не понимают в жизни, он только жует, жует, как бы и смотрит вокруг себя коровьим взглядом. Гляньте в глаза коровы. Это глаза существа, невинного существа, которое вечно жует. Вот, значит, и вот сегодня мы читаем с вами как раз об этом же, ну не о посте, но в принципе об этом, о рабстве. Неужели вы не знаете, пишет апостол Павел, так удивляется прям, конечно не знают, а он спрашивает нас, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. Например, там завис, там дядька, допустим, на порно-сайты как бы. Это раб порно-сайтов. Все, все. Вот это и есть твой хозяин. Вот это все. Это твой хозяин. И мало того, что тебе стыдно жить на свете, как бы у тебя времени свободного нет, как бы и мозги твои уже слиплись в голове, и ты ничего хорошего не можешь ни сделать, ни придумать. Ну ты просто раб греха, и все. Все. Можешь на демонстрации ходить, там кричать, там, свободу Юрию Деточкину, там, кому-то свободу. Анжелия Дэвис, как бы, это все ерунда, ты уже раб. Ты просто раб. Или там, поработись, например, там, ну, чему-то еще. Ну, выбирайте на выбор. Там много, грехов много. И человек, который грешит, как бы он просто раб греха, и все. И все. Вот Павел и спрашивает, ну, неужели вы не знаете? Это очень актуальный вообще вопрос. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Рабы греха к смерти или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабы праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Какой плод? Это очень серьезный вопрос, еще один. Какой плод вы имели тогда, когда были свободны от праведности? Такие дела, которых ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Ну, вспомни вообще свою грешную жизнь, бессовестную, без молитвы, без покаяния. Что ты имел в конце от этой грешной жизни? Такие дела, которых ты сам стыдишься, ибо конец их смерти. Ну, разве это не правда? Разве это не внутренний портрет нашей жизни? Прописанный в мелких деталях. Точных и мелких деталях. Итак, ныне вы должны быть освобожденными от греха и рабами Богу, и плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Это шестая глава послания к римлянам. В общем, мы постимся сейчас, ну, по мере сил, конечно, гляньте на меня, я не очень худой человек, это моя личная боль, от этого страдаю, я бы хотел быть, конечно, по суше, но что ты скажешь? Вот, и вот привык как бы вот это вот там, там, там кусочничать. Вообще есть нужно в три раза меньше, чем мы едим, даже не в два, в три, потому что мы едим гораздо больше, чем нам нужно. Ну, и вот пора поститься, пора поститься для того, чтобы быть свободным, потому что чрево – это тоже Бог. Говорит, у них Бог – чрево, их слава в сраме, они думают о земном. Тоже Павел сказал. Поэтому, чтобы Бог не был чревом, нужно поститься. Сейчас Петровский пост. До 12 июля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова